здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаем расследование обстоятельств гибели юрия шатунова на моем канале дзен я туда редко захожу но тем не менее вот иногда захожу и вот сейчас я увидела нападает под одним из видео интересные комментарии но перед этим есть естественно и комментарии таких вот которые периодически ходят вот такие мусорные не комментарии вообще какой-то или либо тролли либо идиоты это пишут какой бред хватит воздух сотрясать вот это просто стечение обстоятельств дайте парню хоть там покоя но парню уже дали покой ему дали вечный покой то есть для вот таких вот людей которые смерть человека в от свете лет полного жизненных сил это просто стечение обстоятельств ну что же ваши речи вам на плечи пускай у вас и у ваших близких будет просто такое стечение обстоятельств вот так вот точно так же чтобы никто никто вообще даже и не интересовался если у вас вот такое получится потому что всегда надо ставить себя на место этого человека и на место того человека который вот так вот погиб в том смысле что если бы с вами это произошло с вами или с вашими близкими вы бы хотели такой развязки такого покоя вечного вы бы хотели чтобы вот так все оставили и сделали вид что ничего не произошло но если хотели пусть у вас так и будет а мы будем продолжать разбираться и я благодарю вот за этот комментарий и этот фильм посвящается именно этому комментарию да еще так я вижу периодически на меня там ссылаются говорят что конышева говорит то отравили то то значит суды не выиграл то его облучали там кому-то надо определяться чтобы я определилась вы ну как бы не алло вообще совсем не алло да его гнали по коридору да его добивали это умышленные это скажем так не одного дня и не сию секунд на решение было принято я полагаю что решение было примета как минимум за год и скажем так два человека на которых сейчас в основном пали все подозрения они собственно говоря конечное звено цепи но не первое и так очень интересные и замечательные комментарии я благодарю за него потому что грамотно четко написано посмотрите галина пишет русский врач короче по клинической картине у шатунова острая умышленная поскольку больше никто не пострадал отравление так это делается и чтобы не было сделано у отца не были приняты меры к фиксации улик да это самое главное не были приняты меры фиксации улик это просто необходимо фиксации улик для того чтобы отмести именно все подозрения что если это естественная смерть и естественный процесс от болезни и это стечение обстоятельств как тут некоторые пытаются убедить чтобы вот все остановилось все прекратилось тогда нужно было собрать все улики как положено ну продолжаем а это надо было делать сразу это же времени не занимает конечно при богатой фантазии врачей у молодого шатунова можно предположить старческие болезни и инфаркт и аритмию и тромбоэмболию легочной артерии но так по скорой не делается инфаркт и аритмия и тромбоэмболия легочной артерии это не преступление а первое что надо исключить это преступление то есть вот смысл этого комментария надо исключить преступление если болезнь это болезнь но надо исключить преступления. Собрать еду, напитки, задержать присутствовавших, их обыскать, взять образцы на анализы. Полиция приезжала? Кровь где на токсикологию? А тут еще и тело сожгли. Подарок преступнику. Внезапная смерть молодого мужчины до 50 лет – это суды, медовскрытие и потенциально уголовное дело. А тут все сделано, Отсон, чтобы концы в воду. И уголовного дела никакого не заведут. И не сомневайтесь, враждебный биоклон. На Высоцкого заводили? На Шукшина? На Талькова? Не помню, но там все равно глушняк, при том, что убийца Талькова был один из двух и стоял рядом с ним. Схема от Каневского майора Томина. И следствие типа не пришло к выводу, кто произвел выстрел. На этом основании следствие решило отпустить обоих убийц. Ну, типа Отсон. А кто его знает? Все происходит, Отсон, по инструкции протоколов. Вот, Отсон, вы читаете инструкцию по приготовлению яблочного пирога. И что? А то, что если яблочный пирог всегда прекрасно получается, то, очевидно, инструкция точная. Гениальные комментарии. Благодарю. Просто прекрасно. Но тут еще, вот смотрите, ну, понятно, что здесь масса нестыковок. И все очень смахивает именно на преступление, потому что никто не опроверг это. Ну, никто не опроверг это. Не было проведено ни следствия, никакой проверки, ни анализа никто не собирал. Не было ничего. А мужчина погиб. То есть давайте все оставим как есть. Давайте вообще не будем заморачивать. Давайте дадим покой. Покой кому? Преступникам? Кому покой-то нужен дать? Вот у таких комментаторов, вот у таких вот. Хватит воздух сотрясать. Ну, не сотрясайте. Не пишите сюда. Не сотрясай там воздух. Кто там? Алсу. Итак, мне как раз прислали еще одну интересную информацию, которую я даже не думала. Информацию по Высоцкому. Сразу могу сказать, что мое мнение не всегда совпадает ни со всеми словами или выражениями тексте. Но здесь меня интересует именно информация о том, что здесь подается информация о том, что Высоцкого убили, а он не умер сам естественной смертью. Вот я насчет Высоцкого никогда не думала, что его могли убить. Во-первых, я была очень молода, когда он погиб. И у меня четко осталось, я помню в памяти, именно то, что он был и наркоман, и алкоголик запойный. И там действительно организм мог не выдержать. Хотя он изначально был тоже крепким и спортивным человеком. Он и стойку делал, он и уголок мог делать. То есть у него и прессы, мышцы, все у него работало. Это говорит о том, что он подготовленный. Значит, и сердце у него, и сосуды на тот момент работали хорошо. Тем не менее, он погиб очень рано. Ему, по-моему, 40 лет не было. Вот. И вдруг вот здесь, вот в этой ситуации, вот в этой статье, здесь есть интересная информация о том, что все-таки это было убийство. То есть сам он, может быть, и даже несмотря на свои вредные привычки, он, вероятно, мог прожить гораздо дольше. А может быть, он бы и справился с ними. Потому что умный человек, может быть, и справился. Потому что говорят, что его подсадили на наркотики. Вот такую версию я слышала, но никогда не вдавалась подробности. Но здесь какая-нибудь информация. Все я читать не буду. Суть в том, что когда он погибал, что рядом с ним были какие-то два врача из Хазар, которые потом уехали и им помогли выехать в Израиль совершенно спокойно, это было при Андропове. А Андропов мы сейчас знаем, что это был агент мирового Кагала. То есть это был враг советской власти, враг народа. И после Андропова Андропов вытащил Горбачева Ельцина. Это все уже к развалу Советского Союза. И при Андропове могли быть, конечно, все какие угодно дела. И здесь уже работали сионисты. И там были два врача, которые... Сейчас я найду это место. Что вот Высоцкого накачали наркозным препаратом хлоралгидрат, который они взяли накануне в Склифе. Как вы помните, на другой передаче уже пару лет назад у Корчевникова был, или цитировался один, который в ту ночь часов 12 приехал к Высоцкому и застал в отдельной комнате у Высоцкого, как эти два врача, личный врач и администратор Таганки в отдельной комнате подпаивают Высоцкого хлоралгидратом. Я хочу сказать, что я не проверяла эту информацию. Я не знаю, было ли так или нет. Я просто говорю о том, что как вариант, такие вещи вообще происходили, но похожие вещи, это может быть. То есть я допускаю, что такие вещи могут быть и могли происходить. Вот я это слышу впервые, но как вариант, как информацию надо всё рассматривать. И что там было два врача, потом приехал третий свидетель, свидетель, что он как бы помог откачать Высоцкого, и он понимал, что происходит, что его просто убивают вот этим хлоралгидратом. А суть в том, что он теряет сознание, но продолжает дышать. Им нужно, чтобы у него прекратилось дыхание. Им нужно добавить вот этот хлорогидрат в больших количествах, чтобы прекратилось именно дыхание. Трудность возникает в том, что человек быстро теряет сознание, но ещё не дыхание. Потому что для отключения центра дыхания мозгу нужна гораздо большая дозировка яда, чем отключение сознания. Данный яд, хлорогидрат, действует только через остановку дыхания. Таким образом, затеи попали в трудную ситуацию, что они Высоцкому сознание отключили, но он ещё дышит. Значит, надо что, добавить дозу. А как? Высоцкий же в отключке проглотить ничего не может. И что они занимались этим с четырёх утра с перерывом около двенадцати часов ночи, когда им временно помешал один гость, который потом рассказывал, что когда он вошёл в ту комнату, гость тоже был врач. Они сказали, что я же вижу, что Высоцкий уже не дышит. Я же вижу, чем они занимаются с ним. Я, говорит, вернул ему нормальное дыхание, но потом уехал. Ну и далее в конце. Если бы не этот гость, то Высоцкий умер бы ещё в двенадцать часов ночи, а не в четыре утра. И то, что два злодея завернули его в ковёр, то есть его ещё и завернули в ковёр, именно как труп вынесли незаметно на лоджию. Говорят о том, что они ещё и думали вообще его вынести из квартиры, сунуть в багажник, а потом сказать, дескать, может Высоцкий сам уехал куда. Но вынести в ковре труп Высоцкого из квартиры им не удалось. И утром они врали участковому, что, дескать, просто Высоцкий буянил. И, дескать, поэтому его закатали в ковёр и вынесли на лоджию. И Отсон участковый, милиционер типа идиот, и сразу этому поверил. Отсон, следствие же вообще тут же свернули, а это могли сделать только на самом высоком уровне. Почему я решила озвучить вот эту информацию? Я не могу сказать, что она проверена и не проверена. Я не могу гарантировать проверку именно этой информации. какие-то моменты, я же просто была действительно очень молодая, и мне было не до этого. Я тогда не увлекалась этим, ничем не занималась и не понимала, что происходит. То есть мы всё-таки доверяли, и следствиями доверяли. Да и сейчас очень многие доверяют средствам массовой информации, СМИ, и тогда мы доверяли. Мы же не понимали, что нас уже вводят в заблуждение, что нам уже многое врут, нас уже готовят к расчленению, нашу страну. Мы не понимали, что это действует через СМИ, как это влияет СМИ на наше сознание. Мы ничего этого не понимали, ничего не знали вообще, от слова совсем. И сейчас, спустя годы, я вспоминаю, что да, какие-то отдельные моменты были, что там подозрение на убийство было, но вроде как бы пил и пил, и нас это всех убаюкало, успокоило. Здесь почему я привела такой пример, потому что у меня такое сложилось впечатление, что организм был у Шатунова настолько сильный, и он сопротивлялся вот этим всем вещам, которые с ним творили, вот на мой взгляд, и облучением, и подтравливанием, и даже в больнице. То есть вот если был у него гемодиализ, и если врач Востриков действительно его поставил, то есть если бы не врач Востриков, здесь перекликается вот этот момент, третий человек, если бы не врач Востриков, он бы умер раньше. А так он мог бы его вообще спасти и жить, но его отстранили от работы, на него все свалили, халатность, и как бы посадили его, лишили его свободы до 18 сентября, насколько я понимаю. И то, что врач Востриков существует, он есть в интернете, и он именно как кардиолог, он есть в интернете, но говорят, люди пробовали дозвониться, записаться на прием, и ничего не вышло. Поэтому проверить досконально эту ситуацию мы не можем, потому что мы не следственный комитет, у нас нет таких ресурсов. Но у нас есть вопросы, на которые никто не ответил, а должны ответить. Должны, обязаны, но не отвечают. Здесь вот очень много естественно возникает еще домыслов и всяких вопросов и фантазий, вплоть до того, что Юра Шатунов жив, и он все имитировал, свою смерть. Я только не понимаю, зачем, какой смысл ему что-то имитировать вообще. То есть вот когда продвигают такую фантазию, то, ну, скажем, где вообще, говоря, что там нет никакого преступления, что он жив, и просто где вообще логика? Где логика? Логики, она отсутствует полностью. И, скорее всего, это увод в сторону именно для того, чтобы не привлекать внимания. То есть вот те, которые не хотят, чтобы это было расследовано, они пишут, оставьте в покое, прекратите сотрясать воздух, или кто, или будут сбрасывать, что он жив, или там еще что-то, что он все это сымитировал. То есть главное, чтобы не привлекать внимание и не исследовать тему преступления. То есть ее надо исследовать для того, чтобы опровергнуть, если это действительно что-то естественное, естественные причины, для этого надо убрать и опровергнуть все улики. Но их надо опровергать. Просто так не получится сказать, нет, вы не правы, вы просто воздух сотрясаете, вы там просто бредом занимаетесь. Ничего не получится, потому что погиб человек. И какой человек? Человек, который сказал, что он на светлой стороне. А здесь уже вызов. А здесь мы знаем, что работают сатанисты, что работает мировой этот кагал, который мечтает уничтожить человечество, и в том числе русскую нацию, русский народ, русский советский народ, и тех, кто на светлой стороне. Они в открытую это говорят. Это уже не конспирология. Это уже все выплеснулось в открытое пространство. Они озвучили свои планы. Поэтому просто так это оставлять нельзя, я так полагаю. И я считаю, что тем, кто действительно любил Юру, и тем, кто на светлой стороне, нужно проводить свое расследование и продолжать не оставлять это дело. И должны, я верю, что должны найтись энтузиасты, молодые люди, может быть, ровесники Юры помоложе, юристы, которые бескорыстные, которые бы взялись за это дело, которые бы заставили Следственный комитет ответить на все эти вопросы и опровергнуть версию преступления. Вот опровергните ее. Докажите, что это не так. Докажите, что мы все ошибаемся. Те, которые не верят в официальную версию. Ее, кстати, не было, никакой официальной версии. Какая-то пара газет там что-то сказала, что якобы это официальной версии не было. А она должна была быть озвучена. Она должна была быть и озвучена именно Следственным комитетом, да, что здесь нет преступления. И здесь просто смерть так совпала с течением обстоятельств. Просто перетрудился, переволновался от судов, от радости, что выиграл. Переволновался. И тут вот все наложилось. Ну и, короче, вот так вот печалька такая вышла. Вот как у Гоши у клавишники. Печалька. Хороший был мужик, но печалька. Но жизнь там продолжается. И надо жить дальше и веселиться. Так что вот такие дела, такие новости, такая информация. Еще раз говорю, что в этой статье я не со всеми словами согласна, не со всеми выражениями я согласна. Я не согласна, скажем так, с формой подачи, но суть информации надо проверять. И вот здесь вот она похожа, что тоже сопротивлялся человек, сопротивлялся организм, но его все-таки добили. И вот здесь у меня тоже такое же ощущение есть. Но это мои ощущения, субъективное мнение. Я могу ошибаться, но для этого нужны веские тоже аргументы, которые надо доказать, что мы ошибаемся. Мы, которые считаем, что здесь не все так чисто. Доказать нужно, нужно доказательства предоставить, неопровержимые. Чтобы люди понимали, что вот эта скоропалительная кремация, это не было заметание следов преступников и преступления, а что это действительно была воля. Хотя, опять-таки, здесь можно еще целый фильм по этому делать. Поэтому я завершаю этот ролик. Благодарю за внимание, пишите свои комментарии. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Знайте, что у нас нет монетизации. Благодарю. Впереди у меня есть еще информация интересная, но ее надо готовить, это более длительный фильм будет. С вами была Галина Акунышева. До свидания.